Виталий Марков Виталий Марков Мне очень приятно видеть всех, кто здесь появился на этом событии не в первый раз, и еще более приятно видеть наши новые компании. Сегодня мы будем много говорить вообще о новом, об открытиях, об изобретениях, о новых идеях. Надеюсь, что вечер для вас будет замечательным. А я, Алена, вместе со всеми надеюсь, что завтра наконец-то наступит весна. Сегодня за ночь все стоит, потому что здесь будет жарко, а завтра наступит весна. А я надеюсь, что весна наступит в понедельник, потому что завтра мы хотим покататься на лыжах. Хорошо, значит, сегодня катаемся как сыр в масле, завтра на лыжах, а с понедельника наступает весна. А впрочем, Алена, знаешь, пусть все будет так, как ты захочешь. Ну а мы начинаем, дорогие друзья, с «Железная сотня поставщиков». Это ежегодная независимая профессиональная премия. И уже в третий раз мы награждаем тех, кого выбирает интернет-сообщество и кого рекомендует экспертный совет. Позвольте представить вам официальных партнеров премии. Уральская торгово-промышленная палата. Дорогие друзья, огромную благодарность мы выражаем Свердловскому областному фонду поддержки предпринимательства. И, конечно, нашему спонсору СКБ-банку. Лучший банк России 2012 года, победитель Национальной банковской премии Ассоциации российских банков. Наш партнер – Атриум Палас Отель. Как всегда, в лучших традициях гостеприимства. Федеральная страховая компания «Северная казна». 20 лет на рынке страхования физических и юридических лиц. Входит в топ-40 крупнейших страховых компаний Российской Федерации и занимает одно из лидирующих мест на рынке Уральского федерального округа. Мы благодарим туристическую сеть «Элита Тревел» безгранично с вами. Крупнейший туроператор – более 40 офисов по всей России. От Санкт-Петербурга до Новосибирска. Это Екатеринбург, Казань, Тюмень, Омск, Сургут и Магнитогорск. И еще 33 города. Ну и, конечно, мы благодарим водку «Белая березка», с которой, надеюсь, вы успели познакомиться, ну или встретить свою старую знакомую. Напиток с русской душой и душевными качествами. Хорошо, Алена, что гости познакомились с «Белой березкой», и как здорово, что мы с тобой с ней ни разу не знакомы. От всей души мы благодарим фотостудию «Эс Куэс» – профессиональный фото-взгляд на бизнес и производство. И, конечно, компанию «Титан Софт», которая существует на рынке уже 12 лет, и ее специализация – комплексная реклама в интернете. Медиапартнер мероприятия – новый телеканал Екатеринбург ТВ. Вам есть что сказать? Теперь самое время. Екатеринбург ТВ, новое телевидение мнений, прямые эфиры на екабург.тв и в сетях самых ведущих кабельных операторов. Улыбайтесь, господа, вас снимает скрытая камера. Это серьезно? Причем камера сегодня недостаточно скрыта, она расположена чуть сзади нас. И мы уже машем зрителям Екатеринбург ТВ с премией «Железная сотня поставщиков 2013». Прямо сейчас идет прямая онлайн-трансляция, и если кто-то успел сообщить своим друзьям и знакомым, вас видят в прямом эфире. Ну а те гости, которые не смогли сегодня поприсутствовать на церемонии награждения, но стали лауреатами «Железной сотни», я думаю, с удовольствием наблюдают за этим действием. Информационные партнеры премии городской интернет-портал уралвеб.ру Живой проект о жизни Екатеринбурга. Информационный партнер премии близко.ру Сеть городских порталов только выгодных покупок. Ну и, наконец, организатор премии «Железная сотня поставщиков» и ее идеолог – торговая площадка «Пульсцена». Номер один для бизнеса в Рунете. А вот здесь, Алена, точно аплодисменты. Спасибо. Раз уж сегодня мы говорим, Виталий, об идеях, а согласитесь, именно идеи – двигатель экономики. Идеи приносят людям богатство и славу. И что самое важное – идеи изменяют мир. Да, ну поэтому вполне очевидно, что выигрывают те, кто заставит окружающих ценить и любить свои идеи, а в итоге купить то, к чему они ведут. Именно такие люди получают деньги, именно такие люди обретают власть и изменяют мир. И, заметь, это сказал не я, Алена. Конечно, не ты. Это цитата. Цен Годин – известный американский маркетолог и оратор. Ну что ж, с ним трудно не согласиться. Это Симминс, Крупп, Джон Рокфеллер и Генри Форд, Стив Джобс, наши Демидовы, Елисеевы, Менщиковы, Строгановы. У каждого из них была своя счастливая идея, свое открытие. И все они стали новаторами в своем деле. И что интересно, и что самое главное – все они были поставщиками. Абсолютно точно. Вот даже Менщиков был поставщиком. По-твоему, как просто стать любимцем Петра Первого? Сначала он торговал пирожками с зайчатиной, а потом стал поставщиком пирожков с зайчатиной его императорского двора. Как думаешь, вошел бы он в железную сотню? Он бы, конечно, вошел в железную сотню. Он бы был каким-нибудь эксклюзивным поставщиком. Сегодня пойди найди пирожки с зайчатиной. Я лично не встречала. А что ты не называешь наших современников? Чичваркина, Ходорковского. Ну, насчет Чичваркина давайте сразу не будем о грустном. Насчет Ходорковского тем более. Есть масса более счастливых примеров. Например, Каркунов, Тиньков, Черкашины партнеры, в конце концов. У тебя или пирожки, или колбаса – одно из двух. Бетон, кирпичи, пенетрон, метизы, лаки-краски. Вот где идеи для настоящих мужчин. Строительство и ремонт – наша первая номинация. Ну что ж, Аленушка, я согласен. На премию «Поставщик года» в номинации «Строительство и ремонт» сегодня будут претендовать компании. Дорогие друзья, внимание на экран. Ну что ж, подожди, прежде чем мы назовем компании вслух, хотя их все уже увидели, у меня есть замечательная идея. Прежде мы никогда не награждали, не выносили, вернее, почетные знаки демонстративно для всей сотни поставщиков. Давайте сделаем это сегодня. Сейчас наши прекрасные девушки, наши сотрудницы вручат каждому представителю железные сотни поставщиков в течение нашего вечера по почетному знаку. Когда вы услышите название своей компании, огромная просьба, встаньте, пожалуйста, из-за стола, чтобы дело пошло быстрее, и девушки видели, куда именно им нужно спешить с этой самой премией. И у меня единственное дополнение – не нужно вставать из-за стола с помощью прыжка. Итак, господа, когда мы называем вашу компанию, аккуратно поднимайтесь, и эти милые дамы найдут вас. Ну что ж, попробуем. Итак, номинация «Поставщик года строительства и ремонта». На победу в этой номинации сегодня претендует компания ДСК «Ресурс». Бобровский экспериментальный завод. Завод железобетонных изделий «Беротек». Региональное объединение кирпичных заводов. Совершенно правильно делают те люди, которые сейчас аплодируют. Дойдет очередь обязательно до вашей компании. И когда назовут вашу компанию, пожалуйста, сделайте так, чтобы людям остальным тоже хотелось поаплодировать. Да, не стесняйтесь, уважаемые дамы и господа. Наши поставленные голоса заглушить вам не удастся. Мы с удовольствием продолжаем перечислять претендентов на победу. И это компания «Уралинтерьер». И, конечно, компания «Стройбург». Вот отлично сейчас поступили те, кто зааплодировали. Я аплодирую вам за то, что вы поддерживаете своих коллег. Алена, я предлагаю вызвать сюда какого-нибудь статусного человека, который поможет вручить нам главный приз в номинации «Строительство и ремонт». Я категорически за премию в этой номинации. Мы попросили вручить нашего хорошего друга и партнеру, у которого, кстати, всегда много новых интересных идей. Например, замечательная идея – проводить интернет-недели для бизнеса. Я думаю, очень многие из вас были участниками этих интернет-недель. И я приглашаю на сцену Дениса Сергеева, учредителя компании «Титан Софт». Ну что ж, Денис, здравствуйте. Здрасте. Вот вам сразу же микрофон. Думаю, что пару слов вначале можно сказать, Денис, или мы дождемся победителя. Я очень рад сегодня присутствовать здесь. Мне непривычно выступать и видеть вот такой зал, потому что с маркетологами, с которыми мы в основном общаемся, это такая женская аудитория, а здесь я смотрю столько мужских суровых лиц. Очень даже мне так боязно. Ну что ж, мы надеемся, что процедура вскрытия конверта, вернее его переворачивания на обратную сторону, и название компании победителя дастся вам с легкостью, радостью и под добрые одобрительные аплодисменты. Это заклейка конверта, видимо, инновация пульсцен, тяжело поддающиеся расклейки. Аплодируем, аплодируем, волнуемся. Тяжело поддается. Итак, дорогие друзья, я напомню, у нас первая номинация. Номинация «Строительство и ремонт». Я прям заволновалась. Итак, кто становится самым железным из сотни? Бобровский экспериментальный завод. Аплодисменты Бобровскому экспериментальному заводу. Завод основан в 2003 году. Крупнейший производитель и надежный поставщик лакокрасочной продукции под собственной торговой маркой «Профи». Продукция завода награждена золотой медалью на международном конкурсе. Лучшая лакокрасочная продукция. Ну что ж, от всей души поздравляем Бобровский экспериментальный завод. Победителя в номинации «Железная сотня поставщиков строительства и ремонт». Подождите, подождите секундочку, это еще не все. И специально от компании «Титан Софт» такая сертификация на 20 тысяч на очень новую и сложную услугу, которая называется «Лидогенерация». То есть это оплата за непосредственно людей, которые заказали с вашего сайта. 20 тысяч ваши, я вас поздравляю. Аплодисменты. Мы вообще сегодня договаривались не говорить всяких сложных интернетных слов. В общем, кто не понял, что такое «Лидогенерация» – 17-й столик. Подходите, там сидит несколько специалистов, готовых ответить на этот вопрос. Ну или, собственно, обращайтесь в компанию «Титан Софт» лично к Денису. Спасибо. Денис, и вам спасибо большое. Разрешите забрать у вас микрофон после рукопожатия. Дорогие друзья, мы с вами прошли первую номинацию «Строительство и ремонт». Мы с вами продолжаем церемонию вручения премии «Железная сотня поставщиков 2013». Итак, поставщик года в номинации «Материалы». Дорогие друзья, давайте обратим внимание на экран и познакомимся с номинантами. И за эту номинацию поборются. Компания «Велда». Не забываем аплодировать и поддерживать. И если можно, обозначать свое присутствие. Стальмет «Урал». За победу в номинации «Материалы» также поборется «Челябинская независимая стальная компания». И, конечно, «Металлснапкомплект». Дорогие друзья, есть претендент из славного города Пермь. Это завод железобетонных и строительных конструкций номер один. А премию вручает член экспертного совета премии «Железная сотня поставщиков 2013». Коммерческий директор группы компании «Энвидотек». Это компания, которая занимается энергосберегающими технологиями и инновационными технологиями. Алексей Семенцов. Алексей, так рады видеть вас, что разволновалось. Здравствуйте, Алексей. Ничего, спасибо большое, что вы волновались. Уважаемые коллеги, очень приятно видеть вас здесь. На этом я не буду скромным. Мне кажется, одном из самых содержательных мероприятий, которое собирает в Екатеринбурге и в Уральском федеральном округе, действительно людей, которые делают дело и показывают, кому можно доверять. Спасибо. Я очень рад возможности поприветствовать вас и вручить премию. Ну что ж, Алексей, прошу вас, назовите нам имя компании, одержавшей победу в номинации «Материалы». Можно я буду говорить, что у меня дрожат руки? Да. У меня дрожат руки, да. Нужно говорить, потому что когда вы будете вот эту блестящую штучку пытаться отодрать, вы будете волноваться, потому что она быстро... Да, они дрожат. Не дрожат? А, дрожат. Итак, дрожащими руками Алексей Семенцов. Аккуратно, чтобы, не дай бог, не поранить надпись с именем компании-победителя. С удовольствием под ваши аплодисменты этого победителя называет. Ну, завод железобетонных и строительных конструкций номер один. Ура! Ну что ж, поздравляем, поздравляем гостей из Перми. Групнейшее предприятие «Урала», работающее с 1955 года. Из конструкции этого замечательного завода, пока и будут представители, хочу сказать, построены здания в Пермском крае, Московской области, Сибири, Башкортостане. Наверное, пока я объявлял, еще из парочки регионов используются ваши конструкции, да? Ну, на самом деле, я внесу маленькие корректировки. К сожалению, в самый последний момент представители нашего славного завода не смогли подъехать. Я, как представитель пульса «Цент Пермь», готова принять за них награду, чтобы передать лично в руки. Отвезти ее в Пермь, собственно говоря. Шикарно! У них будет двойной праздник. Они могут праздновать сейчас в Перми и потом, когда вы будете вручать им премию. Надеюсь, они смотрят... Аплодисменты! Дорогие друзья, как жаль, что ЕКБ ТВ не транслирует в Пермь, а так бы прямо в прямом эфире по Екатеринбург ТВ пермики увидели, как завод железобетонных и строительных конструкций номер один стал лидером железной сотни поставщиков в номинации «Материалы». Как раз транслируется, трансляция-то в интернете, поэтому все увидели, как ЖБК стал победителем. Ну что ж, мы поздравляем победителя в нашей второй номинации. А сейчас, дорогие друзья, давайте все-таки не забудем, что сегодняшняя церемония – это еще и праздник. И мы бы хотели с помощью пульса цен Пермь передать заводу железобетонных и строительных конструкций еще один приз. Приз, который учредила страховая компания «Северная казна». И я попрошу сейчас вынести сертификат от страховой компании «Северная казна», который мы с удовольствием под ваши аплодисменты с помощью коллег пульс цен Пермь передаем заводу железобетонных и строительных конструкций номер один. Вы застрахованы в одной из лучших страховых компаний Российской Федерации. Спасибо большое страховой компании «Северная казна». Алена, а есть идеи, как мы будем приглашать очередных номинантов? Виталий, ну, во-первых, у девушек всегда есть идеи, а во-вторых, тем более, что номинация называется «Оборудование». А оборудованием занимаются, как правило, серьезные люди, и подавляющее большинство из них, конечно же, мужчины. Ну, мужчины вообще многое делают лучше. Портные замечательные из них выходят повара, дизайнеры, начальники. Начальники. Вот посмотри просто в этот зал и убедись, одни начальники сидят. Да, такое бывает. А еще из мужчин, из мужчин, получается, прекрасные мужья, если, конечно, они попадают в прекрасные женские руки. Ну что ж, сейчас мы проверим твою гипотезу и про оборудование, и про мужчин. Номинанты на премию «Поставщик года» в одной из самых престижных номинаций «Оборудование». Итак, не забываем аплодировать. НПФ «Дюкон». Да, дорогие друзья, и точно такие же бурные аплодисменты прошу в адрес компании «Трек». И, конечно, в адрес торгово-промышленной компании «Инструментсервис». Еще один претендент на победу в номинации «Оборудование» – компания «Сантермо». Уважаемые номинанты и лауреаты, не забывайте привставать немножечко, когда слышите название своей компании, чтобы нам было проще сориентироваться, кому именно вручить премию. Ну что ж, Алена, я приглашаю сейчас выйти к этому микрофону для вручения премии победителя советника президента по связям с общественностью и региональным проектом, советника президента Уральской торгово-промышленной палаты Юрия Александровича Матросова. Здравствуйте, Юрий Александрович! Аплодисменты Юрию Александровичу! Наша работа сделает ваш успех еще более весомым, сделает его международным. И ваши доходы еще более значимыми. Ну что ж, Юрий Александрович, прошу вас вскрыть этот конверт и рассказать всем нам, кто же становится в 2013 году лучшим поставщиком в номинации «Оборудование». Это судьба. Уральская торгово-промышленная палата в моем лице объявляет, что победителем стала торгово-промышленная компания «Инструмент сервис». Инструмент сервис. Ну что ж, мы поздравляем торгово-промышленную компанию «Инструмент сервис», компания, которая осуществляет комплексное снабжение уральских производств инструментами и метизами. Недавно они запустили собственное производство, изготовление металлорежущего инструмента на заказ. За три года в разы увеличили объемы. Ответное слово от компании «Инструмент сервис». Спасибо, спасибо, огромное спасибо. Очень тронуты, не ожидали. Первое спасибо, это, конечно, все-таки пульсу цен, за то, что продвигают нас, постоянно занимаются с нами. Нам тоже приятно, что компания... Действительно, очень тронут. Причем из рук таких людей получают такую награду. Мы очень рады работать на благо нашего государства. Спасибо. Мы обречены с вами стать партнерами. Спасибо. Нам очень приятно, что компании... Нам это нужно. ...что компании растут вместе с пульс цен, а также «Инструмент сервис» получил комплимент. Сегодня еще это подарок от нашего замечательного партнера «Атриум Палас Отеля». Пятизвездочный отель в центре Екатеринбурга, бизнес-центр, рестораны и кафе, фитнес-центр. Все в лучших традициях гостеприимства. Вы получаете сертификат на бесплатное двухместное размещение в номерах категории студии. Он у вас в руках. Ну что ж, я думаю, именно в этой студии родятся новые бизнес-идеи для компании «Инструмент сервис». И все-таки хочу сказать, что все-таки двигатель торговли – это реклама. Спасибо огромное. Алена, я уверен, мне приятно, а вам приятно вдвойне. Двигатель торговли – это реклама, и мы двигаемся дальше. Номинация «Бизнес, услуги и транспорт». Итак, дорогие друзья, сейчас на экране появятся компании, которые претендуют на победу в этой номинации. И эти компании, которые видят себя и слышат, не забывают вставать из-за столика, чтобы мы могли вручить такой вот прекрасный памятный знак «Железный поставщик-2013». Итак, компания «Рус-бизнес-авто Екатеринбург». Здравствуйте. Мы приветствуем компанию «Гринвей». Транспортную компанию также, как вы поняли. Конечно. Компания «Мобитранс Екатеринбург». И четвертый номинант, претендент на победу в номинации «Бизнес, услуги и транспорт» – компания «Евромодуль инжиниринг». «Евромодуль инжиниринг» машет ручкой. Мы вас видим, поздравляем. А победителя номинации назовет еще один наш партнер – «Портал Близко.ру». Мы приглашаем на сцену Наталью Зайцеву, директора портала «Близко.ру» в Екатеринбурге. И я не то что не сомневаюсь, я точно знаю, что «Близко.ру» тоже подготовила специальный приз для победителя в этой номинации. Совершенно верно. Добрый вечер, дамы и господа. Я благодарна торговой площадке «Пульсцен» за высокую честь, которую мне предоставили поздравить вас всех с такой замечательной премией, потому что она мне тоже близка. Восемь лет я работала на промышленном рынке и знаю, какова она ваша судьба, знаю все ваши трудности и сложности. И здорово, что «Пульсцен» стал отдушиной, стал вашим помощником, стал вашей правой рукой. И дай бог, чтобы «Близко.портал» рос и стал младшим братом «Пульсцен» и рос такими же темпами и был вам тоже полезен. Я готова вручать премию. Нужно волноваться и разрывать конвертик. Итак, давайте я подержу микрофон. А я покажу всем сертификат вот такой красивый. Кто же, кто же станет победителем в номинации «Бизнес, услуги и транспорт»? Итак, победителем номинации «Бизнес, услуги и транспорт» становится РБА «Екатеринбург». РУСБИЗНЕС АВТО ЕКАТЕРИНБУРГ Боятся по одному, видимо, выходить, не знаю. Два директора, видимо. Ну что ж, господа и дамы, это как раз тот самый момент, когда аплодисменты могут не утихать. Да, и мы тоже приготовили от себя небольшой подарок. Это размещение на платиновом пакете на портале «Близко.ру». С вами свяжутся наши менеджеры и по всем договорятся. Ну что ж, спасибо большое, Наталья. Мы вас запомнили, говорит Наталья, компания «РУСБИЗНЕС АВТО Екатеринбург», а вместе с порталом «Близко.ру». Я надеюсь, компанию запомнят и многие-многие клиенты. Вот сейчас у нас на подходе новая номинация. Это категория «Товары». И главный приз ей будет вручать именно такая женщина, одна из самых ярких представительниц уральского бизнеса. Просто фонтанирующая идеями Наталья Аборина, генеральный директор туристической сети «Элита Тревел». Дорогие друзья, встретьте аплодисментами Наталью. Наталья, здравствуйте. Наконец-то настал тот момент, когда мы из «Пятерки лучших» чуть позже, после вручения приза в номинации, определяем обладателя сертификата от «Элиты Тревел». Итак, в номинации «Товары» «Железные сотни поставщиков 2013 года» были номинированы компания «Сейвург». Компания «Уральский стиль». На которую я болею давно, к слову сказать. И компания «Спецзащита». Итак, вот она, тройка претендентов. У Натальи Аборины в руках уже эта «Железная сотня». И что самое главное, абсолютно точное имя победителя. Наталья, кто становится победителем 2013 года? Интрига дня победителем становится компания «Уральский стиль». Ура, друзья! Поздравляем компанию «Уральский стиль» с победой в номинации «Довары». Компания «Уральский стиль» с недоверием смотрит, видимо. Третий раз участвуют и победили. Я очень рада. Ну что ж, прошу. Итак, ответное слово от «Уральского стиля». Большое спасибо всем, тем, кто за нас голосовал. Огромное спасибо «Пульсу цен». Всем спасибо. Ну и вам спасибо. Спасибо компании «Уральский стиль». Поздравляем с победой. А теперь настало время вручить приз от «Элиты Тревел». Действительно, у нас в холле был розыгрыш. Пять человек дали правильные ответы на пять сложнейших вопросов. И сейчас я боюсь, что меня уличат в подтасовке данных. Давайте подойдем к кому-нибудь. Девушка, подойдите к любому мужчине вот этим столиком. И он вынесен победителя розыгрыша сегодняшнего подарочного сертификата от компании «Элита Тревел». Владимир Филиппов. Новый источник цвета. Компания «Новый источник цвета». Владимир Филиппов, на сцену, пожалуйста. Владимир, выходите к нам. Вы выиграли приз. Владимир, на сцену. Вот он идет, он идет по краю зала. Это тот самый человек, который знает американский штат Миссисипи. О, ужас. Но путевку он получает не туда. Вы получаете подарочный сертификат от компании «Элита Тревел» на сумму 25 тысяч рублей. И выбираете поездку в любую страну мира. Аплодисменты. Большое спасибо. Ну что ж, спасибо большое нашему партнеру, компании «Элита Тревел». Наталья, вам отдельное огромное спасибо. Но на этом, Аленов, наши призы и подарки не закончены. Я бы вновь хотел под ваши аплодисменты пригласить сюда представителя компании, победившей в номинации товары. «Уральский стиль». Мы кое-что забыли вам вручить. Вернее, мы ничего не забыли. Об этом нам с удовольствием будет напоминать страховая компания «Северная казна». Именно от страховой компании «Северная казна» компания «Уральский стиль» получает этот сертификат на услуги одной из лучших страховых компаний Российской Федерации. Спасибо большое. Еще раз поздравляем. И спасибо, конечно, «Элити Тревел». Мы будем путешествовать, будем искать новые идеи. Сейчас у нас очень интересная номинация. Она впервые. Это номинация «Мал да удал». Дорогие друзья, итак, новая номинация «Мал да удал». Внимание на экран. В номинации «Мал да удал» представлены маленькие компании, но очень удаленькие. Молодые, дерзкие, успешные, что самое главное, растущие. На премию «Поставщик года» в номинации «Мал да удал» претендует компания «Подстанция». Компания «Урал Теплострой». Наши номинанты не забывают подниматься с места, чтобы наши прекрасные девушки смогли вручить вам почетный знак «Железный поставщик-2013». Итак, половину назвали. Пройдемся и по второй половине. На победу в номинации «Мал да удал» сегодня претендует компания «Гринвей». Второй раз уже эта компания, обращая ваше внимание, участвует уже во второй номинации. И компания «Альфа СБ» также в номинации «Мал да удал». Ну что ж, мы только что назвали всех претендентов, а сейчас узнаем, кто же будет вручать главный приз. Ну, тут, в общем, выбор у нас был очень простой. Это номинация настоящего малого бизнеса. Малого по возрасту или по количеству сотрудников, но очень солидного по своим успехам. И, конечно же, вполне символично, что премию этой номинации вручает директор Свердловского областного фонда поддержки малого предпринимательства Евгений Александрович Капелян. Здравствуйте, Евгений Александрович! Добрый день, уважаемые друзья. Друзья, во-первых, хочу поблагодарить организаторов. Спасибо. Пульс цен. Благодаря вам бизнес развивается и в зале становится все больше и больше ответственных, то есть железных поставщиков. А ответственность, как известно, рождает доверие. Это доверие невозможно купить ни за какие деньги. Это доверие самых главных людей в бизнесе. Это доверие ваших клиентов. Мы с удовольствием согласились вручить премию в этой номинации. Ну, во-первых, потому что мы фонд поддержки малого бизнеса. И мы реализуем огромное количество инструментов поддержки малого предпринимательства. В этом году, кстати, приоритетом будет именно поддержка производителей. Это и субсидии на модернизацию своих основных средств. Это и льготные кредиты, и поручительства, и субсидии по процентным ставкам по кредитам и так далее, и так далее. Я, к сожалению, не могу вручить никому сертификат. На субсидию просто контролирующие органы меня неправильно поймут. Но я приглашаю вас в фонд. С удовольствием будем с вами работать. Ну что ж, я думаю, что сейчас сюда к вам, Евгений Александрович, выйдет человек, представляющий компанию, которая с удовольствием воспользуется вашей поддержкой. Кто же стал лучшим в номинации «Мал да удал»? Прежде чем назвать имя, я хочу поздравить всех номинантов, пожелать вам всем успеха. Важна не победа, на мой взгляд, и теперь имя. Это компания «Подстанция». Компания «Подстанция» – это та компания, которая с удовольствием, с простертыми руками ждет фонд поддержки малого предпринимательства. Ну что ж, поздравляем компанию «Подстанция» и ответное слово. Прошу. Спасибо большое. С «Пульсом Сен» очень выгодно работать. Спасибо большое. Все обращаются ко мне как «Пульс Сен». Мне, безусловно, приятно. Я хочу, чтобы вы поаплодировали тем сотрудникам «Пульс Сен», которые помогают вам получать эту эффективность. Многие из них здесь в зале. И мы продолжаем нашу церемонию. Еще одна очень престижная номинация. «Дилер. Дилерская сеть». Итак, дорогие друзья, обратите внимание на экран. Интересная номинация. Вот где идеи для развития. Вот где новые рынки, новые технологии. И номинанты в основном все зубры сплошь. Очень крутые компании, правда говорю. Да? Компании номинанты в этой категории. Компания «Табол». Уважаемые представители компании «Табол». Компания «Ка-Групп». Здравствуйте, представители компании «Ка-Групп». И уже второй раз участвует в номинации «НПФ Дюкон». Аплодисменты. Для вручения приза поставщику года в номинации «Дилер. Дилерская сеть» приглашается начальник управления продаж малому и среднему бизнесу Уральского банка реконструкции и развития Ольга Шишкина и начальник отдела региональных внешних продаж дирекции корпоративных продуктов ООО «Уральский банк реконструкции и развития» Дмитрий Прилуцкий. Добрый вечер. Ну что ж, итак, вот наш конверт. Ольга, я прошу вас, чуть-чуть понервничав, достать оттуда имя победителя, имя самого железного поставщика в номинации «Дилер. Дилерская сеть» в 2013 году. Вот уже 13 лет сами добывают, обрабатывают и реализуют природный камень. Компания «К-Групп». Компания «К-Групп». Ну что ж, мы поздравляем компанию «К-Групп», которая в 2013 году уже 13 лет присутствует на рынке. И кроме премии «Железный поставщик», компания «К-Групп» получает также еще один приз от «Атриум Палас Отеля». Это сертификат на проведение мероприятия в переговорной комнате «Атриум Палас Отеля». Пожалуйста, можете приглашать своих партнеров и, может быть, устроить какой-то даже бизнес-прием. Новая кредитная линия от Убрира. Уже в понедельник в переговорке будете об этом обсуждать. Ну что ж, друзья, еще, я думаю, свой подарок стоит презентовать, немножко рассказать о нем. Я прошу это сделать Дмитрия, наверное, и вас. Прошу. Уральский банк реконструкции и развития хочет поздравить вас с победой в данной номинации, а также подарить и вручить вам, пожалуйста, символ компетентности, мудрости, опыта. Именно эти качества помогают достигать новые высоты в развитии бизнеса любого уровня. В свою очередь, Уральский банк реконструкции и развития готов поддерживать и помогать вам в достижении этих высот, а также воплощать в реальность ваши мечты. Ну что ж, спасибо Уральскому банку реконструкции и развития. Спасибо Ольге Шишкиной и Дмитрию Прилудскому. И, конечно, аплодисменты К-групп. Дорогие друзья, только что мы с вами узнали победителя в номинации «Дилер. Дилерская сеть». А у нас следующая номинация, которая называется «Лидер посещаемости». Сейчас мы узнаем, у кого самый популярный сайт на торговой площадке «Пульсцен» из участников «Железной сотни». Боже мой, у вас есть даже такие данные. Ну что ж, тогда я позволю себе пригласить к этому микрофону человека, которого мы попросим вручить главный приз. Дамы и господа, встречайте аплодисментами директор по продукту портала «Пульсцен» Григорий Дернов. Григорий Дернов, пока... Да, подождите, пожалуйста, Григорий. Пока Григорий собирается с мыслями, вчера мы с ним были в прямом эфире, я знаю, что он человек основательный. Мне хотелось бы, чтобы наши прекрасные девушки вручили дипломы «Железной сотни» десятку самых популярных компаний. Это строительный двор Екатеринбург. Не забывайте, пожалуйста, приподниматься, чтобы мы вам поаплодировали и чтобы девушки понимали, куда идти. Итак, компания «Росприбор Урал». Группа компании «Сибирев и партнеры». Компания «Кровля и изоляция». Компания «Европейские системы». Наш номинант – компания «Промхим». И еще один наш номинант – компания «Адампром». Мы приветствуем в этом зале представителей компании «Промстройоборудование». Также лауреатом премии «Железная сотня поставщиков-2013» стала компания «Профмаркет». И абсолютно в той же позиции, пока в позиции номинанта претендента на победу, находится компания «Аси Екатеринбург». И компания «МК Урал Спецмаш». Ну и я надеюсь, Алена, мы с тобой не забудем про замечательную компанию «Русгосстрой». Аплодисменты компании «Русгострой». Ну а теперь лидеры нашего шорт-листа. В номинации «Лидер посещаемость». И в эту номинацию вошли... Компания «Гражданская оборона». И в третий раз номинирована компания «НПФ Дюкон». Дорогие друзья, ваши аплодисменты входящей в шорт-лист номинации «Лидер посещаемости» компании «Арсенал Про». И наш четвертый номинант – компания «Урал Электротехника». Итак, мы только что объявили шорт-лист, а сейчас с помощью Григория мы узнаем, кто же стал лучшим поставщиком 2013 года. Кто стал самым популярным на портале «Пульс Центр». Итак, да-да-да. Еще небольшое вводное слово. Добрый вечер. Я очень рад видеть в этом зале огромное количество успешных компаний. Я знаю, что вас много, вас еще больше. Я надеюсь, что в этом есть и наша заслуга, в том, что вы стали успешными. Мы помогли вам в этом, я надеюсь. И сейчас мы узнаем номинанта, который смог сделать самый посещаемый сайт на портале. Кто же стал самым посещаемым сайтом на портале? Итак, какая компания получила больше всего дивидендов от того, что разместила информацию о себе на портале «Пульс Центр». Итак, самым посещаемым сайтом на портале «Пульс Центр» стал «Арсенал ПРО». Ура! «Арсенал ПРО», приглашаем вас сюда. Где же вы где? Уважаемые представители компании «Арсенал ПРО», лидеры посещаемости 2013 года на портале «Пульс Центр». Ура! Ну что ж, и кроме вот этого замечательного памятного приза аплодисментов всех гостей мероприятия, страховая компания «Северная казна» всей души вручает вам сертификат на свои услуги как победителю, как самому посещаемому, как самой посещаемой компании, расположившей информацию о себе на портале «Пульс Центр». Компания «Арсенал ПРО». Давайте еще раз поздравим всех сотрудников. Ну что ж, если есть такая возможность... Гриша не отдает микрофон просто. Ответное слово. Что первое? Ответное слово, Григорий, от победителей. Я всегда рад, когда компании, наши площадки добиваются успеха. Особенно делают это так, как «Арсенал ПРО». На самом деле мы, конечно, эту компанию давно знаем. Мы знаем, что вы разместили все возможные товары, вы хорошо их описали. Наши контенты позаботились о том, что вы достигли успеха. Я очень рад, что есть компании, вместе с которыми мы добиваемся успеха. Ура! Ура! Гриша хотел сказать, что залог успеха не только успех площадки, но и то, сколько труда в продвижение своих товаров вкладывает сама компания. Мне очень большого труда стоило забрать у Григория микрофон. Но, тем не менее, спасибо, друзья, за то, что вы выбираете нас, что вы смотрите нас. Всем замечательного настроения в этот вечер. Хотелось бы видеть побольше улыбок и успехов, друзья. Спасибо. Спасибо большое. Это победитель в номинации «Лидер посещаемости» компания «Арсенал ПРО». Аплодисменты. Я думаю, что у некоторых возник вопрос, да, кто такой директор по продукту. Гриша, ты, я пока тебя провожаю, иди, иди. Пока Григорий идет на место, расскажу вам, что это тот человек, руководитель того подразделения, в котором именно придумываются всякие сервисы, новшества, которые думают, как продвигать, как больше привлечь посетителей на ваши сайты. Поэтому, если вдруг у вас возникнут вопросы какие-то, вот пока Григорий здесь или предложение новаторские, обращайтесь. Да, Лена, если мы с тобой мега разговорчивые, а ты еще и мега красивая, то Григорий – это, безусловно, мега мозг всего «Пульса Цент». Итак, номинация «Выбор пользователей» портала «Пульсцен.ру». Итоги голосования трех месяцев. Назовем поименно тех, кто был самым активным. И вручим дипломы «Железные сотни», ведь они так старались. Итак, уважаемые дамы и господа, список лауреатов номинации «Выбор пользователей» «Пульс Цент». Пока не номинанты, обращаю ваше внимание, выборы пользователей, а уже лауреаты, номинанты будут чуть позже. Итак, дипломом «Железный поставщик-2013» награждается компания «Трансмашенерго». Мы аплодируем, а «Трансмашенерго» не забывает приподняться, чтобы мы могли... Вот они, большим составом. Вот это отлично. Здравствуйте, «Трансмашенерго». Просим заявить о себе компанию «Регион Бизнес». Компания «Регион Бизнес». Компания «Ремтехсервис». Дорогие друзья, можно не останавливаться. Давайте сделаем долгие продолжительные аплодисменты лауреатам. Железной сотней поставщиков становится первая приволжская железобетонная компания. Компания «Строй Универсал». Компания «Еврострой». Компания «СВ Урал». Замечательная компания «Интлстрой». Торговый дом «ММК». Компания «Эталон». Компания «М2-скроллер». Не забывайте приподниматься, да, вот так же, как это сделает «М2-скроллер». Ну что ж, и завершает этот список компания «Агат-М». Ну а теперь о лидерах, собственно, в голосовании. Напоминаю, что у нас с вами номинация «Выбор пользователей». И пользователи отдавали предпочтение четырем компаниям. Это «Челябинская независимая стальная компания». Дорогие друзья, точно так же претендует на победу в номинации «Выбор пользователей» компания «Консалт Бизнес». Компания «Строительный двор». Пожалуйста, привстаньте. Ой, «Строительный базар». Простите, пожалуйста, вот я. Итак, компания «Строительный базар». Здравствуйте, видим вас. Простите. И компания «СТВ Бетон». Ну что ж, вот мы завершили знакомство с четверкой лидеров по опросам пользователей портала «Пульсцен». И именно эти четыре компании стали самыми посещаемыми. А приз победителю в номинации «Выбор пользователей» вручает исполнительный директор сети «Пульсцен» и, к слову сказать, член экспертного совета премии Валентина Ивановна Выгодская. Ну что ж, как говорится, из первых рук. Валентина Ивановна, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Чуть погромче. Аплодисменты Валентине Ивановне. Это хрупкая женщина, на которой «Пульсцен» по всей России. И уже вот недавно мы открыли тут Китай и планируем, планируем Испанию открыть. В общем, что на ней? Да, планируем открыть Испанию в ближайшее время. Я очень надеюсь, что мы ее откроем. Давайте конверт. Марафон закончился трехмесячный. А, как открывается эта штука? Ага. Поддержите, пожалуйста, Валентина Ивановна. Я же знаю, как она волнуется и как она не очень любит выходить публично. Ага. Победитель «Консалт бизнес». Дорогие друзья, мы поздравляем компанию «Консалт бизнес» с победителем номинации «Выбор пользователей» портала «Пульсцен.ру». Победитель «Консалт бизнес». Хорошо, а дарим мы что? Победителю «Консалт бизнес». Это компания из Москвы, которая, к сожалению, не смогла сегодня присутствовать. Представители этой компании мы видим у нас на сцене. Вот один из призов. И второе. Мы дарим компании «Консалт бизнес» сертификата «Пульса цен» на сумму 50 тысяч рублей на все наши услуги, которые есть в нашем портале. Удачи в бизнесе. Аплодисменты. Ну что ж, я думаю, москвичам пригодятся эти 50 тысяч, ведь они там сейчас мерзнут, дорогие друзья. Итак, давайте еще раз поаплодируем победителю в номинации «Выбор пользователей» портала «Пульсцен» компании «Консалт бизнес». И прежде чем мы огласим список следующих лауреатов премии «Железная сотня», я пользуюсь тем, что я стою здесь на этой сцене и несколько лет уже болею за одну и ту же компанию, которая три раза была номинирована сегодня, но так и не получила приз. Хочу попросить Александру, да, вынести энциклопедию «БЖ, интернет, НПФ Декон», пожалуйста, поднимитесь к нам на сцену. Ну что ж, наконец-то. Огромные вам аплодисменты. Наконец-то, наконец-то мы поздравляем, поздравляем вас. Чуть больше слов и информации, Ален, можно? О компании можно чуть больше рассказать? Третий раз мы вызываем их сюда. Мы сюда ни разу не вызывали, как раз я вот тут. И, наконец-то, вы здесь, в лучах софитов. Расскажите немного о своем бизнесе и о себе. Мы занимаемся металлообрабатывающим, компрессорным, сварочным оборудованием. Также у нас есть материалы для шиномонтажа. Все, сейчас уже и так все подумают, что вы проплатили нам выступление. Ну, в общем, вы все поняли аплодисменты компании «НПФ Декон» Активным участником премии. Я замечу со своей стороны, что всю остальную информацию можно с легкостью раздобыть на портале «Пульсцен». Спасибо большое. И еще несколько замечательных компаний, которые получают почетный знак «Железный поставщик 2013». Это компания «Инновации в строительстве». Не забываем ставать со своего места. Итак, компания «Инновации в строительстве». Диплом лауреата вам. И не забываем аплодировать компании. Дорогие друзья, встречайте, пожалуйста, представители компании «Алди Сервис». Это курьерская служба. Следующий лауреат «Железной сотни 2013» – это студия ювелирного дизайна «Бриолет». Компания «Артстройдорг». Компания «Глазгород». Мы поздравляем с вручением диплома лауреата компанию «Тельмаре». И компанию «МТК Танакрон». «Железные поставщики 2013». Вот «Танакрон» машет ручкой. Еще буквально пара «Железных поставщиков 2013 года». Компания «Новатор ПК». И уже засвеченная сегодня торговая компания «Новый источник света». Ну что ж, дорогие друзья, всем вам вручаются дипломы участников. Дипломы лауреатов. Премии «Железная сотня поставщиков». Осталась одна очень почетная финальная номинация премии «Железная сотня», которая называется «Успех года». Но вообще попасть в «Железную сотню», войти в нее – это уже успех года, потому что в этом году 1115 компаний претендовали на право стать «Железным поставщиком». И только 100 из этих 1115 – это те, кто сидят в этом зале и стали этими компаниями. Ну что ж, я думаю, что сейчас мы с удовольствием вместе с тобой назовем название, извини за тавтологию, этих компаний лауреатов. Итак, лауреаты «Железной сотни 2013». Компания «Крофтрейд». Торговый дом АВК «Мир красок». Правильно делают те люди, которые аплодируют, а это был «Крофтрейд», сейчас приподнялся, и правильно делают те, как «Крофтрейд», то привстает. Да, мы просим немножко привстать, стать чуть-чуть выше представителей компании «Урал Метал Инвест». Техноторговая компания «Евразия». Второй раз уже тоже номинируется. Замечательно. Компания «Стил Центр». Торговый дом Куртамышский механический завод. Компания «Урал Пром Регион». Компания «Эликом». Группа компании «Стэнко». Компания «Ростехподдержка». Компания «Пром Сервис Групп». И компания «Регион Трансэкспедиция». Не забываем вставать, не забываем махать ручками. Ну что ж, вот теперь практически все железные поставщики получили весомое и зримое подтверждение своего статуса. А сейчас мы назовем финалистов номинации «Успех года». Тройка претендентов. Я напоминаю, что это наша последняя на сегодня и в этом году номинация. Итак, «Успех года». Компания «Металл Профиль». Компания «Урал Снаб Сервис». Компания «Хим и Ко». Дорогие друзья, под ваши аплодисменты для вручения премии в номинации «Успех года» мы приглашаем начальника управления клиентских отношений СКБ банка Гульнару Ямнову. Встречайте! Аплодисменты СКБ банку нашему спонсору. Уважаемые дамы и господа, я думаю, что слово «Успех» для нас для всех настолько важно. Мы хотим слышать его всегда и везде. Успех для вас, всех в Одессе присутствующих и для компании, которая стала победителем, это не только доверие партнеров. Я думаю, что это доверие также и потребителей. Ну а для банка, для СКБ банка успех – это, конечно, получить таких клиентов, как все присутствующие здесь, ну и, естественно, победители. Давайте пожелаем всем нам и победителю не только добиться успеха, но и удержать его. Ну что ж, Гульнара, спасибо большое. Теперь буквально несколько секунд томительного ожидания. Напомню, это решающая номинация «Железные сотни поставщиков 2013». Успех года и чей-то успех сейчас находится в руках Гульнары. Итак, какая компания стала лучшей в 2013 году? Итак, победителем стала компания «Металлпрофиль». Компания «Металлпрофиль», аплодисменты, выходите к нам, не стесняйтесь. Ну что ж, компания «Металлпрофиль», ведущий российский производитель тонколистовых, кровельных и стеновых материалов. В общероссийском рейтинге авторитетного журнала металлоснабжения «Избыт» компания «Металлпрофиль» занимает первое место в категории «Изделия дальнейшего передела». И занимает первое место в номинации «Успех года». Ну и кроме, собственно, премии и статуэтки, вы получаете также приз от нашего прекрасного ресторана, вернее, от ресторана «Атрюмпалас отеля». Это сертификат на фирменный торт от ресторана «Ля Ронда». Ну что ж, еще раз поздравляем компанию «Металлпрофиль». Большое спасибо, Гульнара, вам. Ответное слово от успешной компании. Прошу. Спасибо, Гульнара. Спасибо наш давнейший и надежный партнер «Пульсен». Мы стараемся помогать нашим потребителям выбирать качественный и надежный продукт. «Пульсен» помогает нам в этом. Спасибо. Спасибо большое. Лаконично, лаконично, Алена, по-мужски. Ну что ж, всего доброго. Желаем вам успехов в будущем году, дорогие друзья. Прекрасный праздник у нас получился. Легкий, но вместе с этим запоминающийся. А какой же праздник без сюрприза? И у нас есть замечательный сюрприз. Шеф ресторана «Хаят Риджинси Екатеринбург» собственноручно и спек для нас праздничный торт. Встречайте! Мы поздравляем всех победителей. Буквально через две минуты у нас случится перерыв, когда вы сможете, собственно, насладиться этим прекрасным тортом, подойти к нему, посмотреть, что на нем. Он действительно очень красивый, нарисованный. Мы желаем удачи всем участникам, всем победителям премии и в этом году, и в следующем. Надеемся, что новых идей у вас будет очень много, и новых открытий будет тоже очень и очень много. А значит, будет больше замечательных железных поставщиков. До встречи на «Железной сотне-2014». Дорогие друзья, через несколько минут эту сцену займет замечательная группа «Каникулы», и наш с вами праздник из официальной церемонии потихонечку переведет в церемонию заведения новых бизнес-контактов. А можно попросить не увозить далеко торт, чтобы все могли посмотреть все-таки, как он выглядит? Итак, у нас буквально несколько минут перерыва, пока группа «Каникулы» займет свое рабочее место. Дальше можно петь, танцевать, знакомиться, пересаживаться за разные столики, говорить спасибо, приобретать новых партнеров по бизнесу. И, конечно, наш праздник продолжается. Алена Гусева. И Виталий Марков. Да, мы были сегодня с вами, дорогие друзья, еще услышимся. Ну и, конечно, сотрудники пульса цен. Продолжение следует... Продолжение следует...